ну что ж приветствую все думали как представлять культовый певец продюсер поэт актер режиссер а ведь просто да надо сказать мамонов да вот и все и всем все сразу ясно добавлю евгений до мамонов иванов петров касаткин сидоров галина ивановна витебская очень-очень удивительные личности и если мы будем увеличивать в себе запас любви и добра к друг другу все удивительным образом раскроется вот как вышло со мной что я так раскрылся я подумал но чё злоба-то злоба-то месить в одной этой кастрюле да вот мы сейчас слышали трагическое сообщение люди гибнут люди рождаются на свет в данную минуту кто-то умер кто-то родился кто-то погиб зачем все это ради любви все придумано ради любви к человеку к жизни к воспроизводству к рождению детей и плодите и плодитесь и нажать и да вот меня тоже размножили я стал размножать тоже вот это ну прежде чем мы перейдем к размножению проектами на себя а сам открыл эту дверь про детей трое у тебя до нашего что делают трое делают делают себе пусть делают я особо не лезу что они там делают пусть они ничего сделала по лишь бы они были хорошие люди у нас задача перевернута с ног на голову мы воспитываем специалистов они хороших людей понимаете как этого это составная либерального проекта иди в экономический затем будет всю жизнь будешь это на юридический иди давай бабки рубили сейчас будем но а надо чтобы хороший человек хорошая лена была бы женой хороший мужичок чтобы был не блин горелый на диване растекся а мог бы и шубку купить и машинку купить и любил бы только сам то извини же я полно впечатлений еду сейчас по улице московской да я из деревни поэтому я все а а а меня вот наш проект называется дед петр и зайцы ну во первых я не хочу как некоторые наши артисты моих лет молодящиеся так выглядеть на тридцать восемь с половиной я дед вот поэтому честно на зоны дед петр и зайцы кто такие зайцы все остальные я хочу выйти во первых мы снимали замечательный нашей русской природы сын у меня оператор участвовал фильмах иван грозный и остров иван мамонов вот мы с ним на снимали замечательных видов удивительных закатов кто не любит меня не любит рок-н-ролл любит нашу страну приходите там все будет вот без лишней скромности правда от удивительных видов закатов река камыши грибочки корова порадуйтесь и вторая часть город наша любимая москва сегодня еду как это чтобы не ошибиться шримпс ролл и чикен стейк и шоу-руме это все и так далее великую нашу москву великий наш город заклеили сникерсными этикетками ну не то чтобы я ругался а хватит уже давайте уже скажем книжный рынок они букмаркет вот такую москву в которой я вырос который я стал вот тем чего мы начали вот этим культовым мы тоже там широко показываем вообще странно все эти заяву насчет англицизму слышать человека который идеально на самом деле говорит на английском еще ведь на норвежском кстати да но надо жить дома и ездить в гости понимаете вот жить надо дома надо любить свой дом я вот сейчас построил дом большой я каждый уголочек убираю ставлю делаю сам мебель купился пилу замечательную кстати сказать иностранную макиту купил пилю вот как я написал такую штучку иностранцы так и не вышло полюбить прекрасную удобно работающую немецкую бензопилу понимаете вот дружить надо избранным и нам мы дружим и и до сих конечно поддерживать иностранцами мы дружим но ко мне приехал аташе бывший по культуре французского посольства мой такой приятель не буду имен деревню вот так вы спрашиваете а как вы там деревне сын мой сходил на реку выдернул щучку собрали прямо на участке 5 белых бисонкой сделали суп это все пожарили на костре он съел притих я говорю жаэль что случилось он говорит ну во первых в париже это вряд ли где можно найти а если и можно это очень дорого как где мы живем я понимаю о чем понимаю но что-то вот здесь мне вот какая-то мне кажется какая-то вот подстава что вы как журналист обязаны что-то выдернуть ну нет просто вот как-то не сходится потому что хорошо там пропилу я понял а почему тогда на мерседесе мы ездим потому что стоят на авто салоне реальный случай двое немцев один у другого и спрашивает ганс я не понимаю почему существуют другие фирмы когда есть мерседес тот ему отвечает это ладно я не понимаю другого почему люди покупают другие автомобили когда есть мерседес ну вот покупать надо лучшее и пользоваться лучше надо делать лучшее про ничего подобного зачем нам поднимать автомобиль с автомобиль строение когда мы всю жизнь кормили весь мир хорошо зачем мы делаем этот спектакль он будет самым лучшим этот спектакль делает русский человек который здесь живет про русскую жизнь как дела у меня всю жизнь если кто знает и любит меня всю жизнь один ответ как дела петрович так звали в юности допустим как дела я делаю о том как у меня дела на самом деле это вещь серьезная что у меня в душе с чем я вышел к зрителю с вывернутыми этого же мало глаголом сжечь сердца людей не рифмы плесть умеет не за этим я выслушаю я умею и так и это зачем нести на брожать людям ребята я как русский уже классик раз я культовым абсолютно я уже раз я культовый то я развиваю классическую русскую тему тему маленького человека вот это вот москва да вот это вот вот это вот сити вот это вот все дай бог здоровья мне нравится как это раз в тумане так глюк такой да нравится вот но в 7 утра на работу едут те же самые труженики мои родные москвичи они никуда не делись хоть заполонив все это лексусами никуда не делись вот о чем я вот я для кого живу стараюсь и тружусь но и эти тоже в ростове я был а там в в 90-е годы ездили по главной улице 6 6 сотых армяне там держат город там и вот они туда-сюда туда-сюда у меня там было радио и интервью я по радио ребята блажение отдавать чем брать попробуйте кто-нибудь сегодня вечером отдать 100 долларов старухи на следующий день был повтор эфира какой-то звонит алик говорит эти молодец я отдал такой кайф получил вот этот совсем плохой вот этот его пробило поэтому для это для всех мне будет вот об а подлинности жизни я понимаю подлинности нашей жизни не о кнопках не о позе современного человека вот вы даже женя при всем уважении вот сидите где и весь голод такой же плывущий а дальше что а дальше героин а дальше это все страшно ничего себе переход запросто откуда что вот вот не не вижу связи корень может высохнуть у вас еще не высох нет из социальных сетей герачу корень корень может высохнуть этот корень который нас соединяет с жизнью и будем сейчас на и он он в деревне этот корень находится ну не будем сейчас я вам расскажу анекдот на эту тему чтобы было публике весело да да и так уже весело да значит конкурс а кынов я его всегда рассказываю на встречах один молодой вышел шарит ду 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 ладно старик вышел бэм 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 спрашивают что ты бэм 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 смотри он как он вид он вид ищет а я уже нашел у меня все находится в одном месте господь мне открылся бог 45 лет я в него уверовал поэтому вот этот корень о котором мы говорим он находится вот там поэтому он может быть и в городе и в тюрьме и в чеченской яме и нью-йоркском притоне где угодно но как вы сами понимаете когда суета когда соблазн когда с пяти утра когда опять пошел труднее это обрести у меня так вышло что брат мне дал эту землю никуда я не уезжал не убегал мне дали гектар леса я пришел и обалдел и думаю здесь я и лягу вот и там я живу там конечно легче в каком-то смысле каком-то смысле труднее браток ты каждый день как перед зеркалом сам с собой и нету этих телевидения отвлекающие этой работы этих кнопок я все убрал я не хочу я самый модный у меня отказ от кнопок я даже в лифте не нажимаю хорошо а как вспомните через пять лет будет это самый прикол не нажимаю в лифте сижу жду пока лифтер там ну это я шучу конечно хорошо это 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 был образ или это вот просто тупо вообще рассказывает сценка мамонов заходит лифте не нажимает хорошо а кто нажимает специально обычный чек джена дед петр и зайцы вот это о чем вот это все об этом я все расскажу приходите я все расскажу мы мы все мы сейчас все расскажу все мы все придем но по-моему какая-то здесь вот просто с виртуозностью депутатов и политиков мы уходим от каких-то вопросов и отвечаем какими-то такими метафорами нет я ответил прямо поддатель жизни есть бог поддатель всего творчества и и и только бог создатель нажимает на кнопки в лифте когда туда заходит петр вам я же человек с приколом никто не сомневается поэтому я вам дал вот такой вот образ но если серьезно смотрите виниловые пластинки опять все слушают пленку опять стали не на цифру снимать на пленку я не к тому что возврат давать назад эту стариковскую соплю не просто какие-то вещи есть подлинные всегдашние всегдашние любое время сейчас завтра древнем риме что то есть истинное что то есть фальшивое я стремлюсь от фальшивого отказываться от ирзацу не пить ирзац кофе а пить мне приехал эрик в десять вечера кто такой эрик вот сейчас рассказываю как я живу да приезжает эрик петр николаевич кофе любите как всякий приличный уважающий себя культовый русский человек русский человек пью чашечку обязательно вот я вам привез кофе в машину я говорю отлично посидим чай упим он говорит нет я уехал вот это гости вот это гость очень тонкий намек теперь каждый раз я включаю эту замечательную кофемашину и вспоминаю эрик дай бог здоровья вот как вот как происходит вот чем мы связаны но сплошность по сплошные противоречия на кнопки то нажимаем на кофемашину интересно было слушать вот они и противоречия если будет все дэн-дэн-дэн модель гитары гибсон гибсон лес полк есть вот ему 92 года он играет концертик в нью-йоркском каком-то подвале пришли все его товарищи в том числе кит ричард из стоунс какая-то ленточка в голове в ноздре это самая серега какой-то из тут вот смотри кит зачем ты так оделся понимаете в 70 лет он продолжает вот эти все я закончил я выйду строго спокойно дедом гитара у меня мартин огромная возьму и все вам спою расскажу вот про все противоречия про все дела где я вырос где я вырос я вырос вот он большой каретный да не будем монологии но это это возрастное в хочется в земле то в нашем возрасте хочется вернуться к земле но мы же не возвращаемся в одиночку там пою мама воспитала меня правильно отец любил но я с 11 лет начал всех расстраивать я свое воспитание как будто бы забыл в 12 лет стакан вина в 12 лет сигарета 12 лет вокруг меня шпана вокруг меня лето вот об этом я спою об этом как мы росли какая москва была и какие-то надеюсь дать прорывы в подлинную жизнь не в деревенскую а в подданную а подлинная жизнь невозможно ведь без женщины правильно вот в жизни мужчины настоящего культового не культового любого должна быть женщина бэм 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 да кто касается меня да бог задумал нас как троицу они как индивидуумы не надо обольщаться женщина мужчина и дитя даже разные медицины детская женская и мужская это три ипостасная человек един в трех лицах вот он поэтому человек это не мужик я поехал я подрезал мне вот сейчас я ехал как мне их жалко вот он подрезал там он что-то вырвал там он отбился там он что-то пистолет приставил как у меня есть один товарищ петя мы тебя будем охранять я говорю не надо ли кроме бога он пойдем постреляем вот он в конуре на автостоянке ночью из пистолета в часы эти стреляет вот у него радости нет совсем никакой и вот у них такие же удовольствия эти же такие тетку купил вот это все коньяк вот это потом опять отнять потом и не надо разжигать нет потом я много знаю таких людей которые жили так и потом которые наступила вот это просветление этого сказали хватит я больше так жить не могу у меня случилась похожая история 45 лет у меня прекрасная жена деньги известность слава земля все чего хочешь жить незачем ну как а ради детей вот как меня три сына ради детей тоже я это тоже я себе я себе я себе не греет материалка не греет за гробом не будет ни детей ни внучков ничего атеистов тоже не будет что будем делать в четверг если умрем в среду жене такие вот и весь вопрос жизни вечная вот и весь вопрос поэтому то что мне там пригодится я стараюсь здесь и набрать я очень прагматический цепкий парень но как блатные говорят в гробу карманов нету возьмем туда только чего потрогать нельзя то доброе что произошло от нашей жизни человек ты прожил день кому-нибудь от этого было сегодня хорошо я вот прожил день кому-нибудь было я может не туда нашим зрителям тот точно сегодня хорошо они видят мамонова почему мамонова не видели я не знаю сколько лет я не могу вспомнить когда был последний телевизионное интервью до лет десять не знаю назад три этого я и есть для этого я и с вами для этого я свой дар который мне дал господь так сяк делать я вам это отдаю спектакль я делаю то же самое я отдаю все это вам я рассказываю о своей жизни какие-то у кого-то может возникнут аналогии показываю нашу удивительную страну наш удивительный город город же у нас удивительный я объездил целый мир я нигде не видел ни такой страны ни города я нигде не видел я был всюду знаешь сам ну да да где где еще есть такие четыре сезона ярко выраженные года не в чем отличие москвы вот если вот в трактовке мамона вот это особенный город это это не это ни о чем это просто пустое стало чем москва вот не спектакли вы увидите мы все придем мы все придем это без вопросов действительно во первых если шире брать то каждый город и каждая страна они особенные конечно все люди достойны уважения любви все это одно дополняет другое удивительный мир мы живем в удивительным вообще этот шарик он очень маленький я его обидел дольпу шарик маленький город большой я все понял у меня один этот столько всего хочется рассказать один у меня харлей девицончик у них клуб какой-то харлеев такой он уже лет 52 ему такой он обеспеченный и вот они за что одеваются в эту кожу все они ездят вот у них такой вот прикол да вот как бы сказать вот вместе с этим тут же кто-то работает тут же кто-то точит деталь тоже кто-то спит уже кто-то встал с кайфа тоже кто-то помер кто вот понимаете вот этот спектр жизни он имеет смысл все эти наш город наш город наш города прощаюсь если серьезно понимаете в чем дело москва город это что это люди раньше город как скапливались вместе чтобы построить стены защититься от набегов и друг другу что-то продать сейчас в общем то то же самое вот город это люди а русские люди это давайте так дерево по плодам при всем уважении ко всем нации ко всем дерево по плодам чтобы перечислить имена русских святых нужно четыре с половиной часа тех ребят четыре с половиной часа у нас не тех ребят которые легли в этом городе за правду они от водки хорошо вот что на метра слова сколько будет идти спектакль спектакль идет час 30 он состоит из двух частей будет хорошего качества видео показ хорошего качества звук будут некоторые секреты три моих фигурки еще где я где они еще раз где и когда поговорим станиславского 15 октября только один день нет это премьера то есть 15 октября временно как мы обычно если кто знает следит за нашим творчеством мы запускаем спектакль он идет года три четыре пока на наш вкус он не устареет как это было если жизнь на марсе шоколадный пушкин вот это все культовые да все проекты очередной проект которого люди ждут которые любят меня долго уже который у нас никак не слеплялся но я расскажу один случай нет вот случай нет маленький не 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 спектакль случае в спектакле не 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 надо не сейчас не надо только-только спектакли сейчас мы не будем полить потому что все 15 числа мы увидимся спектакли да обязательно и там все расскажем всех ждем